В телеграм-канале администрации промышленного района сообщают, что с 1 октября в Самарской области появилась возможность получить все услуги службы занятости в электронном формате. Услуги по организации, профессионального обучения, содействию безработным в переезде, профориентации и другие будут доступны на портале «Работа в России». Помимо нашего региона, на электронное оказание услуг в сфере занятости перейдут еще 9 областей. С 2023 года планируется переход всех регионов страны на работу в электронной форме. При этом возможность личного посещения центра занятости населения и получения услуг в вождь на формате остается. Способ взаимодействия можно будет выбрать самостоятельно и гражданину и работодателю. Администрация Октябрьского района сообщает, что с 1 января в России будет введено универсальное пособие. Оно объединит действующие меры поддержки семьи с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Оператором универсального пособия станет Социальный фонд России. Преимущества. Единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия. Рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума. Возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения. Универсальное пособие будет назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости. Как сейчас, уже назначаются выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17. Администрация Ленинского района приглашает жителей принять участие в конкурсе «Символы Великой России-2022». Это областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. Участие в нем могут принять авторские группы, учащиеся коллективы детей в возрасте с 10 до 18 лет. Учреждение общего, среднего и дополнительного образования. Регистрация через навигатор дополнительного образования Самарской области. Заявки принимаются с 17 октября по 4 ноября.